всем привет друзья отбираем маток для клиентов как всегда из наших любимых шести рамочников этот раз мы отбор делаем с трех рамочников то есть по три рамки и вот просто я хочу вам показать помимо маток которых мы сейчас отбираем смотрите что нам дарит шести рамочник почему я люблю шести рамочник почему я его всегда хвалю почему ее всегда рекламирую потому что это крутой улей смотрите мы отбираем сейчас матки напоминаю то есть матки но смотрите это у нас рамка вощина этого года здесь не было ни прошлогоднего меда не этого года то есть это девственная рамка этого года с липовым медом это липа друзья вот она славик покажи вот она у нас так цветет липы у нас тут много поэтому смотрите помимо матки с одного отделения мы отбираем как минимум одну рамку меда нашем случае это липа вот я его отставлю теперь вам покажу теперь вам покажу это рамка заселом вот эти это засел то есть тут матки сеют вот так тоже подлили липкой но это старая рамочка маточки я здесь не вижу но сейчас посмотрим может найдем для видео а вот и маточка смотрите друзья а вот и маточка красивая плодная маточка и засел снова вот в этом и есть весь кайф 6 рамочника то что смотрите просто вот я у меня просто много эмоций я хочу просто делиться с вами потому что мной говорят этот 6 рамочник дорого стоит вот 250 гривен сейчас я вам покажу 250 гривен мы положили в клеточку но если это я не люблю смотреть на пчел как на деньги ну тем не менее вот смотрите здесь у нас 250 гривен для клиента и клиент будет не обижен маточкой потому что вы сами видели две рамки засева и кроме 250 гривен рамка липового меда так что друзья 6 рамочник рулит и мы ими довольны все всем желаю удачи пока всем привет репортаж с пасеки фабро и я с вами вам фабро так друзья что вам хочу в этом коротеньком ролике рассказать делаю сейчас воспиталочки под моточное молочко и что я вам хочу сказать вот у нас 91 например стоит 43 91 хочу показать состояние 6 рамочника это 6 рамочники это не трех рамочники 3 рамочники у нас вот здесь а здесь у нас 6 рамочники это про была продажа пакетов вот с этих рядов то есть продавались пакеты и оставались хвосты где оставался хвост мы кидали маточник где пакет был продан полностью на высадку заселяли на одну рамку расплода и рамка корма и по моему кровища и было ну вот вам покажу для наглядности вот сегодня у нас 1 июля вот такая картина 6 рамочника это хвостик после продажи пакета нам даже повезло есть пластиковая овощина здесь так давайте вам покажу пора ложить как его прополисную решетку я не положил вот смотрите что делается это у нас 6 рамочник хвост хвост не понял не буду как бы врать говорить что это хвост или или заселяли мы но принципе это не меняет абсолютно картину я у меня нету сегодня оператора поэтому покажу вам если получится одной рукой что у нас сейчас 6 рамочники а в 6 рамочники не удобно одной рукой вот так и поехали опа засев рамка засевом первое плохо можно сейчас потерять матку так 2 рамка смотрите засев пчелы не так-то и много это карника 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 этими хороша что меда больше чем пчелы вот смотрите что делать наша слипка выделяет очень хорошо круче неудобно одной рукой хотел показать вам ну совсем неудобно вот это видите расплодик так короче все в меду да и не как показать одной рукой вот расплодик а так сеют наши маточки с этой стороны точно так же если кто смотрите чечет все течет по рукам течет это друзья это друзья хвост это друзья заселение 6 рамочника на одну рамку расплода смотрите это пластиковая овощина засеяна расплод с двух сторон и мед так у нас получилось пять уже рамок расплода ну и руки у нас метку так и вот шестая рамка у нас пирога вот так мед и пирога неудобно одной рукой ну смысл этого ролика смысл этого этого ролика очень прост ни в одном уле деревянном с одной рамки расплода за месяц вот такого не случится вот к этому я все вел так что супер классные улик мне писали там не ульи делают мед если есть взяток он то заливает ну я бы поспорил почему-то в дереве такого не бывает то же самое как бы стоит на одном точке просто все потому что это компактность сжатость и тепло то есть независимо от погоды жарко холодно здесь пчелам очень комфортно вот и все малый объем гнезда пчелы компактно матка компактно вы же видите сеет пчелы хорошо заносят мед и очень хорошо развивается теперь по сути смотрите это 5 рамок расплодом это или пакет который сейчас можно опять же продать это или переселяем семью ставим 4 рамки ващины это уже семья или что хотим то и делаем или рвем опять на шестирамочнике но у нас здесь больше двухсот штук на этом тачке поэтому рвать мы уже не будем некуда рвать но смысл это видео в том что улиц шестирамочники фирмы апекс они клуб крутые и классные ну если кто думает могу показать вот трех рамочники здесь трех рамочники тут по три рамки ведь здесь у нас видите вот я просто показываю для сравнения опа видите тут мы маток отбираем клиентам крутых маток накормленных маток обогретых маток пойдем любой другой ряд это тоже нас трех рамочники вот это это мы выводим маток в одном роду мы пакеты продаем на продажу примерно так вот могу открыть другой какой-нибудь тут на 4 рамки тут на 6 рамок вот как-то так все друзья нет не все давайте я вам еще так пройдусь покажу вот в рядах вот шестирамочник ведь и сказать что он прям сильный нет не супер сильный ну и вот так по кругу пойдем ну и ничего такой вот шестирамочник солнце засвечивает так можно здесь трех рамочники по три два отделения ну вот давайте еще один от последний вот шестирамочник тут уже нужно что-то с ним делать то есть тут надо или делить его или ставить второй корпус или пилис и переселять ну тут смотрите я больше чем уверен что тут меда больше сто пудов залили так что вот я вам для наглядности показал что что такой шестирамочник что такое рамка рамка расплода и кроющая что что можно получить в итоге вот на сегодня на 1 июля то есть вы представляете можно семью порвать одна рамка расплода одна рамка с кормом струсить еще одну рамку пчелы порвать семью на таких пять шестирамочников и через месяц полтора это будет пять ну крутых я бы сказал семей которые можно еще делить еще разочек поделить и с этих пяти шестирамочников еще сделать 5 то есть ну понимаете да прогрессия и когда я слышу или читаю что улей шестирамочный фирмы apix дорогой то ну мне как-то знаете ну как он дорогой если вот в одном отделении в одном отделе мы делаем заселение в одном отделении мы забираем матку 250 гривен первую матку и вторую матку 250 гривен первая закладка маток 500 гривен то есть первые две матки по сути окупают шестирамочник то есть купили мы шестирамочник за 550 гривен я еще покупал сейчас чуть наверное дороже и вывел одну закладку маток то есть первую партию он окупился и за сезон еще вывожу еще четыре матки ну до четырех то есть 34 то есть ну когда я слышу что это то ли дорогой мне думаю ну да он не дешевый согласен но извините где есть такая окупаемость ни в одном бизнесе нет такой окупаемости как в пчеловодстве то есть я потратил 600 гривен с покраской да а в конце сезона я получил в итоге ну пускай 9 маток по 250 гривен ну посчитайте сами потратил 600 заработал две с половиной тысячи и помимо еще плюс помимо маток мы еще отсюда забираем я уже вам показывал по 1 2 рамочки с медом и когда пчеловоды вроде бы уже как бы не первый день который занимается пишут что этот улей дорогой я этих пчеловодов не понимаю как он может быть дорогим если он окупается в первый сезон в первый месяц и приносит в первый сезон еще прибыль прибыль в там триста процентов ну не знаю так что я топлю я бомблю за этот улей потому что когда читают эти комментарии мне как-то непонятно то ли люди не умеют считать то ли не умеют работать то есть непонятно вот вот и все это все для сравнения видео что было понятно что купив шестирамочник мы можем с него взять пакет мы можем с него взять матки мы можем с него взять маточное молочко мы можем с него взять мед прополис мы это все можем взять из любого другого улья но на сегодняшний день я знаю точно когда все говорят там липа дает и так дальше ну вот у нас на пасеке шестирамочники одни из первых кто начал давать нам запечатанные рамки с липовым медом так что ну тут и говорит тогда не о чем ну тут дело за каждым каждый выбирает сам но когда как бы если кому-то не нравится допустим вот не нравится я хвалю этот улей если кому-то не нравится чё ты чё тогда на него лить грязь что он плохой что он такой сякой куры клюют и так дальше этим улем уже по четыре года самым первым и стоят друзья на виду я их показываю и когда кто-то решу их съедят мыши за год то вот вам наглядный пример вот точок на 200 плюс тут если быть точным 208 шестерамочников еще ни один не съела не мышь не не дятел никто не сел эти улицу к знаете от чего пострадали от таких каких-то злобных только людей в комментариях вот и все улей шикарный и я многим рекомендую особенно здравым людям которые хотят работать пчелами и зарабатывать все друзья моя поилочка в это закончилась нужно налить водички а то я что-то заговорился просто у меня много таких эмоций про эти шестерамочники я когда отбираю матки которые шикарны просто которые обогреты накормлены они рассеянны посеяны все видно как она работает у меня просто берет гордость за моих друзей за моих товарищей которые сделали этот улиц которые продают и не не слушает никого ничью критику критику нужно слушать просто когда критика неадекватно и высосано с пальца что этот улей и едят и так дальше ну тут такое ну и вот такой обзорчик нашей пасеки вот оттуда и вот так туда все друзья с вами был иван фабро я рад что вы посмотрели это видео спасибо вам за лайки до новых встреч пока и 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 Продолжение следует...